Приветствую вас, братья и сестры! Чудесное пение мы с вами пропели «Край чудесный, сердце рвется к тебе» У кого сердце рвется в край чудесный? Мы все с вами на пути в край чудесный Наше сердце туда рвется и должно рваться И мысли должны быть на этом месте, на нашей родине Давайте с вами порассуждаем сегодня и поговорим Кто сможет нам с вами попасть туда и дойти Пройти этот жизненный путь и дойти в край чудесный Откроем с вами Иоанна, 16 глава, 13 стих Иоанна, 16, 13 Когда же придет Он, Дух истинный То наставит вас, нас с вами, на всякую истину Ибо не от себя говорить будет Но будет говорить то, что услышит И будущее возвестит вам, нам с вами Аминь Я хотел задать всем нам вопрос Вам приходилось когда-нибудь проходить какую-то экскурсию Или какой-то тур? Я уверен, что большинству из нас в жизни приходилось Проходить какую-то экскурсию, на туре на каком-то быть Какой-то тур И вы знаете, я уверен, что у каждого из нас Вот перед тем, как пройти этот тур или экскурсию Было два выбора Пройти это или с гидом, или без гида То есть сами пройти И вы знаете, у нас с женой тоже была такая возможность Пройти один тур или экскурсию сделать В одном месте, в замечательном Это было в России, мы ездили туда На отдых ездили И это место, оружейная палата в Москве И у нас тоже был выбор Пройти этот тур, эту экскурсию с гидом или без гида Но мы выбрали без гида Думаем, зачем нам стоять, слушать вот то И пошли сами Это очень, может быть, кто-то из вас был в этом месте Может быть, кто-то слышал Это очень интересное место Это очень, там много очень исторических предметов То, что происходило в этой стране многие годы назад Сотни, даже, может быть, тысячи лет назад Там стояли очень многие интересные разные предметы исторические Такие кареты, как когда возили царей Или королей, королев возили Там были разные предметы, такие как короны Которых настоящих царей короновали Настоящие реальные короны с ихними жемчугами Там многих других, много было всяких доспеков Одежд, красивых бальных платьев Дорогих очень, с драгоценными камнями Там очень много интересного было Что даже, ну, невозможно передать И вы знаете, мы, у нас глаза разбегались Это было очень много там всего Столько интересного и красивого и блестящего И исторического Мы не знали, где лучше На какую вещь внимания больше внимания обратить И остановиться, и вникнуть Что это такое? Мы бегали из угла в угол, со стороны в сторону И смотрели на разные вещи И вы знаете, в итоге мы очень сильно устали После этой экскурсии Вот такой вот, когда сами ходили И не все успели посмотреть Потому что там сильно-сильно много всего было Все это получилось, потому что у нас Потому что мы приняли решение идти без гида У нас не было гида Не было того человека, профессионала Кто бы смог нас провести Вот, дать нам эту экскурсию Этот тур по этому месту Другие люди, мы видели, что они пошли с гидом И он провел этот человек их Именно тем путем Именно те предметы показывал Которые вот надо было, может быть, вниманием уделить Самые были в таком почетном месте находились Самые интересные были И мы видели по этим людям Что они успели посмотреть все самое интересное Они делились друг с другом Они узнали много нового Много интересного Они не так сильно устали, как мы с женой И у них очень хорошие впечатления остались Об этом времени, хорошо проведенном В этом месте А почему? Потому что с ними был гид Потому что с ними был профессионал Человек, который помогал им пройти Вот через разные места И посмотреть именно то, что надо И, может быть, он их не водил туда Что было маловажным Просто потратили бы время И свои силы, энергию И не было бы толку от этого Он туда их не водил Этот человек, он знал все, что там было В этой оружейной палате Он был очень опытным Он многих провел Сотни людей Через это же самое место И все знал там наизусть Он их водил туда, куда им надо было Он объяснял им Объяснял все, что перед ними они видели Отвечал на разные вопросы И вот так, поэтому Благодаря этому гиду Они вышли оттуда очень довольны Как они провели это время И они были рады Проведя это время там И не так сильно устали Вы знаете, проводя параллель с нами Братья и сестры Мы с вами проходим этот жизненный путь На этой земле И мы являемся, как Писание говорит Странниками и пришельцами на этой земле Идя туда, в небеса Проходя мимо По этой земле Держим путь туда И на нашем с вами пути В нашей с вами жизни Мы уже с вами знаем Что встречается очень много всего разного И хорошего, и плохого И интересного, и не очень Встречается много опасного И мы также каждый день с вами Идя этим путем Сталкиваемся с принятиями разных решений Некоторые решения маловажные Они не так сильно повлияют на нашу жизнь Некоторые могут сильно быть важными решениями И могут быть даже роковой ошибкой Если мы не так что-то примем решение Не так поступим Некоторые решения, которые мы с вами принимаем Они могут повлиять на нашу семью На окружающих нас людей На церковь на нашу На родственников на наших Они могут также Некоторые решения, с которыми мы сталкиваемся принимаем каждый день, они могут повлиять на нашу с вами вечность, там, где мы будем проводить вечность. И вы знаете, этот наш жизненный с вами путь, он очень серьезный. Это не просто прогулка в парк, как американцы говорят, it's not a walk in the park. Это не просто вот так вот расслабившись, пошел, прогулялся или в оружейную палату, или в парк, или еще куда-то, закончилась экскурсия, и все. Нет, это намного серьезный наш с вами этот жизненный путь, он очень серьезный. И этот путь может быть очень сложным, трудным, опасным, может разных рискованных моментов быть. И у нас с вами есть два выбора, как мы можем с вами пройти этот путь. Пройти его с гидом, с путеводителем, или без гида, без путеводителя, сами. Вы знаете, Господь нам каждому верующему дал самый большой дар и подарок, который мы только можем себе представить. и этот подарок, он нам очень необходим для нашей с вами жизни на этой земле, идя вот этим путем. Не только для вечности, но и для того, чтобы для жизни на этой земле. Давайте с вами откроем это место и прочитаем об этом даре, об этом подарке, который Господь дал каждому из нас, верующему человеку, дитю его. Деяние 2, 38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот этот дар, этот подарок Господь дал каждому из нас, кто попросил у него прощения за свои грехи, принял крещение. Господь дал этот дар, дар Духа Святого, этот подарок. И мы с вами считаем в 1 Коринфянам 3, 16, что мы с вами храм Божий. И Дух Божий живет в нас, внутри нас. Он не просто когда-то изредка сходит на нас, как в Ветхом Завете. Нет, Он поселился и живет в нас с вами. 1 Коринфянам 3, 16. И знаете, у Духа Святого очень, как мы с вами знаем, из Писания очень много функций и ролей, которые Он исполняет для служения для нас с вами, чтобы послужить нам. Что Он делает в нашей с вами жизни, в жизни верующих людей? Давайте посмотрим всего лишь на некоторые, их намного больше функций, всего лишь на некоторые функции, которые Дух Святой исполняет в жизни верующего человека. Например, я не буду давать места, чтобы не высвечивали, например, Дух Святой утешает нас с вами. Например, еще один пример, мы с вами знаем, функцию, что он, мы уже говорили, живет и пребывает в нас с вами. Он учит, он напоминает нам Слово Божие, когда нам нужно, в тот момент, когда сатана искушает, или какие-то моменты, Дух Святой дает нам Слово, вовремя, правильное Слово. Он свидетельствует Дух Святой нам об Иисусе Христе, а также свидетельствует через нас об Иисусе Христе другим людям, окружающим. Дух Святой обличает нас о грехе. Дух Святой открывает и возвещает нам, сообщает нам будущее, что нас ждет впереди, как лучше поступить, какое решение принять. Дух Святой ведет нас и направляет нас по этому пути жизненному. Это одна из этих функций его, о которой мы с вами сегодня рассуждаем. И он много еще чего делает, но давайте с вами заострим внимание, так как тема моей проповеди Дух Святой — наш путеводитель. Что Дух Святой ведет и направляет нас по жизненному пути. Мы с вами прочитали 16 глава Иоанна 13 стих. Здесь мы об этом с вами прочитали вначале. Что Дух истины наставит вас на всякую истину. И поэтому мы с вами вот здесь видим, что Господь дал нам Духа Святого, чтобы Он был нашим с вами гидом, путеводителем в этой жизни. На этом пути, по которому мы идем, направляясь туда, как мы уже с вами пели. Господь нам дал Духа Святого, чтобы Он направлял нас на правильный путь, чтобы мы шли правильным путем. Ведь можно уклониться и думать, что ты идешь прямо, но ты уже уклонился и не туда идешь. Поэтому Дух Святой помогает нам идти прямо, правильным путем. Господь дал нам Духа Святого, чтобы он дал нам возможность принимать правильные решения, когда у нас в жизни какие-то решения перед нами становятся. Вы знаете, не только духовные решения, но разные бытовые, жизненные решения. Куда ехать, куда не ехать, что купить, что не купить. Разные такие моменты. Ведь мы с вами прочитали, что Он живет в нас. И Он знает все о нашей жизни. Все знает нас с вами даже лучше, чем мы с вами знаем себя. Он знает, что нас с вами беспокоит. Он знает, что мы боимся, какие страхи у нас есть. Он знает, какие у нас проблемы есть. Может быть, проблемы с детьми, проблемы на работе, со здоровьем, финансовые какие-то дела, с машиной, может быть, какие-то проблемы, с домом, или какие-то, может быть, искушения на нашем пути становятся. Он все знает. И Он готов Дух Святой помочь нам с вами и подсказать, направить, наставить на правильный путь, но, знаете, если мы с вами идем на экскурсию, и там есть очень опытный, хороший гид, вот этот путеводитель, и Он готов нам показать самые лучшие места в этом месте, но что толку будет от этого гида, если мы его не попросим, чтобы он нас повел? Что если мы не пойдем за ним, что толку будет от него? Никакого не будет толка. Вы знаете, точно так же нам с вами не будет никакой пользы, если мы не будем просить Духа Святого вести нас, подсказывать нас, учить нас, наставлять нас, не будет никакой пользы нам от этого. Как мы с вами прочитали в Деянии 2.38, что мы с вами, каждый верующий, получили этот дар, этот подарок. Но вы знаете, получив часто, вот мы с вами прочитали, прощение, да, получили прощение от Господа, освобождение от грехов, искупление, усыновление, и вот часто получив вот это вот все, мы с вами останавливаемся на этом, и не идем дальше, и не исследуем этот дар или подарок Духа Святого, который Господь нам дал. И если, например, нам подарят с вами какой-то дорогой, драгоценный подарок, что-то очень ценное, в коробке, а мы с вами возьмем эту коробку и просто поставим, и никогда ее не откроем, и даже не узнаем, и не используем этот подарок в нашей жизни. Скажите, какой будет смысл этого подарка? Ведь мы вообще даже не открыли его, и не использовали, и не испытали его, этот подарок. И поэтому точно так же мы с вами не сможем испытать всей ценности и смысла подарка Духа Святого, если мы просто становимся вот на этом первом, что мы получили прощение, освобождение, спасение, и вот на этом все. Поэтому нам необходимо с вами исследовать, ознакомиться ближе с этим подарком, с этим даром, который Господь нам с вами дал. Необходимо открыть его, необходимо наладить с ним связь, услышать голос его. Научиться слышать его, различать его от других голосов. Научиться пользоваться этим подарком, который Господь нам дал, чтобы он смог нас вести и наставлять, и направлять, и подсказывать. А Дух Святой, в свою очередь, поможет нам и направит, и наставит нас на ту истину, которую здесь мы с вами читаем. И вернемся с вами к этому стиху Иоанна 16, 13. Иоанна 16, 13. Мы с вами прочитали вот это вот, что Дух Святой, Он наставит нас на всякую истину. Давайте с вами обратим внимание на одно слово. Вот это слово «наставит». Вы знаете, в греческом переводе это слово, оно звучит так, «агонидзе». Вам ничего не говорит об этом слово? Ничего не напоминает? «агонидзе». Слово «агония». Это слово «агония», корень слова «агония». «агония» — это борьба, мучение. И вы знаете, исходя вот из этого, у нас часто вот из этого слова, что Дух Святой, когда Он захочет как-то нас повести, по-английски мы читаем «guide», повести нас, то часто у нас будет с вами внутренняя борьба. Наш разум, наша логика может вот это вот устроить, эту борьбу, сопротивляться. Господь говорит «иди сюда». Мы внутри, часто наша логика, наш разум, он может сопротивляться и говорить «нет, ты что? It doesn't make sense. Я вообще не понимаю, зачем мне вот так поступать?» Господь говорит «нет сюда». Наш разум говорит «нет туда», потому что «it doesn't make sense». Потому что мы с вами живем в этом мире, и мы часто, вот если для нас видимое, как бы мы понимаем это, значит, будем делать. Если мы не понимаем, то мы, значит, для нас это невидимое, непонятно что-то. И мы часто вот не хотим. Но Господь, Он есть Дух, и Он живет в нас, и Он говорит в нас с вами, внутри. И мы, если будем слушать этот голос, то мы будем поступать так, как Он хочет, не так, как наша логика или разум. И поэтому наш с вами гид, путеводитель, он очень опытный, мудрый. Он провел уже не один миллион и не одну сотню тысяч таких же людей, как мы с вами, по этому жизненному пути. И Он всегда, Он всегда оказывается прав. Я уверен, что у вас были такие моменты в жизни, когда Господь говорит, вот сделай вот это вот. И когда у нас это борение, вот это вот мучение, мы все-таки поступили по-своему, мы с вами видим, когда закончилась эта ситуация, Он был прав. Было у вас такое, братья и сестры? У меня было много раз. Он говорит что-то, думаешь, ну как я буду, ну как-то не хочется, может быть, или ну как перед другими выглядеть, как жене это объяснить, там, или еще что-то. И вот все-таки все равно по-своему поступаешь, и оканчивается эта ситуация, заканчивается, результат, ты видишь, проходит время, Господь был прав. Он всегда будет прав. Всегда все, что Он говорит, Он говорит истину, Он говорит правду. Он говорит будет все, что для нас только лучше. Потому что Его воля, мы с вами читаем, благая, угодная и совершенная. Поэтому нам с вами, Его детям, необходимо верить и доверять Ему, нашему с вами гиду, путеводителю. Потому что Он многих уже провел этим путем жизненным и довел до конечной цели, как мы с вами пели, туда, в небо. Вы знаете, Господь, подводя этот итог, Господь дал нам, каждому верующим, это драгоценный дар, подарок Духа Святого. Дух Святой живет в нас с вами. Он знает все о нас, о нашей с вами жизни. Все моменты абсолютно, может быть, даже которые мы не открываем, и другие бы о нас не знают. Он знает. Он также знает наше будущее. Он был в нашем будущем. Мы не были еще в завтра, через неделю, что будет. Другие года в нашей жизни мы там не были, мы не знаем. Он уже там был. Он знает все о нас. Он разные знает моменты, на нашем пути, которые будут попадаться. Ловушки, которые сатана ставит, капканы разные, искушения, атаки, другие разные моменты, плохие, хорошие, опасные. И Он хочет вести нас и направлять нас так, чтобы, может быть, где-то избежали грех, может быть, где-то избежали еще что-то. И Он хочет нас вести хорошим, правильным путем, который лучше будет только для нас. Он хочет быть нашим путеводителем с вами. Но вопрос каждый должен задать себе. Хочу ли я, чтобы Он был моим путеводителем? Хочу ли я и готов ли я идти за Ним? Когда Он говорит, иди сюда, поступи вот так, или не делай это, не едь туда, готов ли я исполнять Его волю, когда я слышу Его голос? Знаете, мы можем с вами пройти этот жизненный путь, прожить жизнь вслепую, на ощупь, делая много ошибок, падений, залетов разных. Или, наоборот, мы с вами можем прожить нашу с вами жизнь красиво, достойно, продуктивно, плодотворно, потому что Дух Святой будет нас с вами вести. и направлять на всякую истину, как мы с вами прочитали. Поэтому выбор сегодня за нами, за каждым из нас. Да поможет Господь каждому из нас быть послушным Ему, куда Он ведет, идти за Ним и меньше задавать вопросов. Потому что, как мы с вами читаем в Римлянам 12,2, Его воля для нашей жизни благая, угодная и совершенная. Аминь, братья и сестры. Помолимся. Продолжение следует...